Окей, спасибо. Продолжайте. Ты уже знаешь свои подходы, свои моменты. Я привык работать в женском коллективе. И считаю, что, конечно, не хватает у нас мужчин. Было бы здорово, если бы больше мужчин работало в образовании. Какой бы персонаж, вот и замечательно будет, да? Театрал, искусствовед и актер в одном лице. Андрей Трусов руководит художественно-эстетическим отделением гимназии. Он автор всех праздников и массовых мероприятий и учреждения. Сам пишет сценарии, а вот воплощать грандиозные идеи помогают, конечно, коллеги и ученики. Работать с детьми – это мое призвание. Я ведь уже очень много лет работаю с детьми, прививая им любовь к театру, к культуре. Стараюсь это делать не навязчиво, но так, чтобы все-таки наши дети были намного культурнее, чем они есть на самом деле. Ну а в женском коллективе работать всегда очень приятно. Сергей Николаевич Сыганков, отец Александра Сергеевича, отвечает за безопасность в школе. Бывший военный привык работать по уставу, но работа в образовании сделала его намного мягче. У него прекрасное чувство юмора, и с ним признаются учителя как за каменной стеной. Первая гимназия – это огромный проект, который завершился успешно, усилиями отличного коллектива, прекрасного руководителя, который, как Людмила Владимировна говорит, готов плыть к новым берегам. Я нисколько не умоляю заслуги женщин, но в образовательном учреждении обязательно должно быть много мужчин. Потому что вот этой вот мужской, мужского характера, мужской воли, мужского воспитания очень не хватает в этом. Первая гимназия, пожалуй, единственное образовательное учреждение, где работают столько мужчин. Здесь их 20, 13 из них – педагоги. Каждого учителя, инженера, заместителя руководство уважает и ценит. Руководство поддерживает какие-то начинания, им говорит, что давайте вот так сделаем, вот это вот купим небольшое устройство, очень классное, ни у кого такого нет. Оно хоть и недорого стоит, но покупают, на нем мы какие-то задачи реализуем, и все в целом выглядит замечательно, мне нравится. В неформальной обстановке учителя поздравляют любимых коллег, произносят слова благодарности и признательности, но говорить им о важности профессии не стоит. Они выбрали ее по зову сердца, преданно любимому делу и ученикам. И сегодня служат настоящим примером для других мужчин, которые, возможно, по разным причинам сомневаются идти в образование. Яна Попова, Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.